18 октября стартовала эстафета «Мира и добра» – акция в поддержку деткам, пострадавшим из-за всем известных событий в Донбассе, которая превратилась в настоящий праздник на коньках. Уже с утра в Конаковском ледовом дворце царила волнительная атмосфера, ведь сами звезды отечественного хоккея делились своим мастерством с юными спортсменами нашего города. Спустя некоторое время на мероприятие прибыл губернатор нашей области Шевелёв Андрей Владимирович и его хоккейная команда, ведь губернатор и сам является ярым фанатом настоящего мужского спорта. Добрый день! Рассказали об особенностях данного этапа Игорь. При этом глава области заявил, что главная цель таких мероприятий – заинтересовать молодое поколение и отвлечь его от виртуального мира. Также губернатор рассказал, как ему удается выкраивать время на занятия своим любимым спортом. Есть такая хорошая поговорка, кто хочет – ищет возможность, кто не хочет – ищет причину. Меня научили еще в училище, и я стараюсь это просто следовать. Согласно статистике, в нашей области готовятся самые сильные хоккеисты не только в нашей стране, но и во всем мире. В этом спорте нет возрастных ограничений, ведь главное – это любовь к своему занятию. Сохраняя традиции, в нелегком поединке, состоящем из четырех периодов с юными хоккеистами и взрослыми любителями, сразились ветераны, которые продемонстрировали отличную физическую форму. Лучшие в суперсиле из СССР, Канада – Юлий Брянки! На первом этапе встретили звезды НХЛ и молодые спортсмены. Спустя немного времени началось настоящее столкновение ветеранов отечественного хоккея и русских медведей. Во время игры эмоциям зрителей не было границ. Поболеть за своих кумиров и просто получить море удовольствия пришли как взрослые, так и самые маленькие горожане. Несомненно, что звезды НХЛ стали победителями, но команда губернатора держалась очень достойно и мужественно. Игра окончилась со счетом 8-5 в пользу ветеранов. Счастливые лица и сияющие глаза не только игроков, но и простых людей свидетельствуют о том, что хоккей – это настоящая страсть, которая, начавшись юности, никогда не прекратится. К тому же любой спорт воспитывает у молодежи сильный характер, хорошо влияет на здоровье, а главное – не позволяет ребятам тратить время впустую. Вы сегодня сами могли убедиться, сколько молодых ребят, детей занимаются хоккеем. И учитывая, что у нас всего третий год, как работает Ледовый дворец, я думаю, чем дальше, тем больше молодежи будет приходить сюда заниматься хоккеем. В хоккей играют настоящие мужчины, и это неоспоримый факт. Мы желаем, чтобы как можно чаще в нашем городе проводились такие замечательные спортивные мероприятия.